привет друзья с вами канал мороз life и я вам хочу сказать уже прошел первый месяц этого года 2021 январь которого все мы ждали кто здесь живет и работает в чехии почему ждали потому что получили мы наконец-то в феврале первую зарплату по новым налогам и скажу вам лично по себе есть конечно плюсы поэтому сегодняшнем видео будем разбирать из чего состоит зарплата в чехии как правильно рассчитать чистую зарплату в 2021 году для всех людей которые работают и живут здесь в чехии наиболее важным показателем заработной платы всех сотрудников является конечно чистая зарплата которую они регулярно получают на свой банковский счет в начале 2021 года была отменена сверх брут зарплаты и увеличена скидка налогоплательщика насколько теперь по новым расчетам сотрудники улучшат свои результаты попробуем сегодня разобраться в этом видео сначала мы разберем из чего состоит зарплата позже уже в конце видео я вам покажу примеры расчета сколько и чего высчитается из наших зарплат в двадцать первом году чистый заработная плата работника будет по-прежнему рассчитываться как разница между заработной платой брута и прямым налогом на заработную плату но подоходный налог уже будет рассчитываться на основе заработной платы брута а не сверхбрута то есть другими словами из группой зарплаты они супер группы как было это раньше тоже время ежемесячная налоговая льгота для каждого налогоплательщика увеличится на 250 чешских кронок таким образом при той же грязной зарплате сотрудники улучшатся в финансовом отношении давайте же посмотрим из чего сидит валовая зарплата работающего чехи первое ребята это социальное и медицинское страхование второе это подоходный налог третье до налоговые льготы и четвертое расчет чистый заработной платы сейчас по порядку разберем каждый из пунктов социальное и медицинское страхование здесь сотрудники платят четыре с половиной процента от заработной платы брута то есть от грязной зарплаты за медицинское страхование и еще 6,5% за социальное страхование. В то же время работодатели платят 9% за медицинское страхование и 24,8% за социальное страхование. Об этом все мы, в принципе, говорили недавно в видео о пенсии в Чехии. Кто не смотрел, посмотрите, пожалуйста. Однако при расчете медицинского страхования необходимо соблюдать минимальную базу оценки, которая находится на уровне минимальной заработной платы. В 2021 году в размере 15-200 крон. Таким образом, сотрудники, работающие только на неполный рабочий день с грязной зарплатой до 15-200 крон, фактически будут платить больше за медицинское страхование, поскольку они несут минимальный вычет. Работодатели всегда платят 9% за медицинское страхование сотрудников. Идем дальше. Подоходный налог. В 2020 году подоходный налог с населения рассчитывался со сверхбруто заработной платы, то есть это супергрубой заработной платы, то есть заработные платы до вычета увеличены за счет социального медицинского страхования, выплачиваемого работодателем для сотрудников. В 2021 году налог на прибыль будет рассчитываться только заработной платы бруто, то есть грязной зарплаты. Ставки подоходного налога составляют на данный момент 15% и 23%. Об этом все тоже говорил неоднократно, много видео об этом есть, поэтому можете пересматривать, смотреть, но опять же знайте, что сейчас есть только два налога. 15% и 23%. 23% включается от суммы 140 тысяч крон грубой зарплаты. Сотрудники, у которых есть налоговая декларация, такая вот красненькая или розовенькая бумажечка, подписанная их работодателем, всегда будут вычитать из рассчитанного подоходного налога скидку на налогоплательщика в размере в ежемесячной сумме 2320 чешских крон. В 2020 году это было 2070 чешских крон. При одновременной работе более чем на одного работодателя можно подписать налоговую декларацию только с одним работодателем, и поэтому скидка для налогоплательщика может применяться только один раз в месяц. То есть нельзя будет подписать с каждым работодателем, если вы вдруг работаете на двух работах, и там 2300 крон, и там 2300 крон, только один раз. Следующий пункт – налоговые льготы. Всегда один из родителей может претендовать на налоговую льготу на детей. Ежемесячный размер налоговой льготы не меняется из года в год. Налоговая льгота для первого ребенка составляет 1267 крон, для второго ребенка – 1617 крон, а для третьего и следующего ребенка – 2017 крон. Если налоговая льгота для детей выше, чем рассчитанный подоходный налог, то работник имеет право на налоговую премию. Об этом тоже все, как получить эту скидку. Рассказывал в видео ранее, поэтому переходите, смотрите, что для этого нужно. В первую очередь скажу, чтобы вы забрали ребенка сюда. Тогда сможете получать эту льготу. Ну и переходим к самому важному пункту – расчет чистой заработной платы 2021 года. Например, сейчас я вам покажу на экране табличку, в которой я расскажу, что и как. В прилагаемой таблице мы рассчитаем чистую зарплату сотрудника Павла, к примеру, сбрута месячной зарплаты, то есть грубая зарплата у него составляет, к примеру, 39 тысяч крон. Итак, первый пункт, ребята, это валовая заработная оплата, в 2020 году, видите, составила 39 тысяч крон, в 2021 году тоже составляет 39 тысяч крон. Дальше идем. Социальное страхование, которое оплачивает работник, составляет в 2020 году 2535 крон, это 39 тысяч крон умножаем на 6,5%. В 2021 году это тоже самая сумма 2535 крон, 39 тысяч умножаем на 6,5%. Следующий пункт важный, это социальное страхование оплачивает работодатель, то есть здесь будет сумма 9672 кроны, 39 тысяч умножаем на 24,8%, и аналогичная сумма будет в 2021 году, здесь ничего не меняется. Медицинское страхование, которое оплачивает работник, это 4,5%, в 2020 году составляло 1755 крон, в 2021 аналогично также 1755 крон. Медицинское страхование, которое оплачивает работодатель, здесь будет сумма 3510 крон, то есть 39 тысяч умножаем на 9%, и в 2021 аналогичная сумма, то здесь ничего не меняется. И теперь важно, ребят, сверхбрутто зарплата, то есть за сотню крон, это супер грубая зарплата, которая была в 2020 году, составляла 52 тысячи 200 крон, то есть это 39 тысяч грубой зарплаты, плюс 9672 кроны за социальное страхование, и плюс 3510 крон за медицинское страхование. В 2021 году этого нету, то есть X. Подоходный налог 7830 крон, то есть ранее высчитывался налог из супер грубой зарплаты, 52 тысячи 200 крон, умножали на 15%, и это налог, который брался у вас из зарплаты. Сейчас же он составляет в 2021 году 5850 крон, 39 тысяч умножаем на 15%, то есть берется из грубой зарплаты. Переходим к следующему пункту, кредит на налогоплательщика, это называется слева на поплатника, 2070 крон он был в 2020 году, сейчас же он увеличился 2320 крон. Я сейчас делаю здесь маленькую паузу, ребят, это слева на поплатника, тот налог, который возвращает вам работодатель, то есть это есть миф такой, что в Чехии можно вернуть налоги, и в некоторых фирмах делают специально такую заявку, что вот мы вам якобы возвращаем налоги в виде 2320 крон ежемесячно, умножаете на 12, и вы сможете получить там 24, там 26 тысяч крон за год, то есть вот это и возвращение идет всех налогов, это аналог как в Германии возвращают отдельно налоги, там в других странах и так дальше. Так вот в Чехии вот это идет как бы возврат налогов, то есть нет больше никаких дополнительных налогов по возврату, по крайней мере я их не знаю, если честно, я не слышал, чтобы здесь отдельно как-то возвращали еще налоги. Если вам при вычетах не показывают вот эти суммы, то это по сути идет обычный обман. Если эти суммы показываются, то есть слева на поплатника должна быть указана в ваших выплатных пасках, в ваших расчетных документах, то тогда все нормально, то есть на эту скидку претендуют абсолютно все люди, которые работают и живут здесь легально в Чехии, поэтому имеют право на вот эту скидку. Ну а мы переходим дальше к авансовому налогу на прибыль. Здесь он составляет уже после скидки, в 20-м году составлял 5760 крон, то есть это 7830 крон подоходный налог минус скидка для налогоплательщика 2070 крон. В 21-м году это 3530 крон из зарплаты 39000 грубого, в которой подоходный налог составляет 5850 крон и скидка для налогоплательщика 2320 крон. То есть вот видите, разницу такую приличную между этими выходит по сравнению с 20-м годом. Ну и по итогу чистая заработная плата вымышленного друга 28950 крон он бы получил в 2020-м году с вычетом всех абсолютно налогов, подоходных и всего прочего. То есть 39000 грубая зарплата, 2535 социальное страхование, которое оплачивает он сам, 1755 крон это медицинское страхование, которое оплачивает он сам и 5760 это авансовый налог на прибыль после скидки. То есть это налог, который у него удерживался зарплата. И уже в 21-м году его зарплата выросла 31180 крон, то есть у него реально плюс 2230 крон к зарплате, за счет чего медицинское и социальное страхование оставалось тоже, а вот авансовый налог на прибыль уже уменьшился. Поэтому за счет этого он и выигрывает в зарплате, в чистой зарплате в 21-м году по сравнению с 20-м. Так что ребят, вот такая вот информация, которую хотел с вами поделиться, это важно знать реально каждому человеку, который живет здесь, работает, особенно иностранцу, потому что я вам скажу, даже чехи сами не разбираются, сколько в них там с чего списывается, сколько там с чего высчитается, то есть далее, далее, хорошо, хорошо. Я спросил, насколько реально получили больше зарплаты, чем по сравнению с прошлым годом, с каким-то есть месяцем аналогичным. Они стоят, ну не знаю, там может, ну что-то есть, да, что-то есть, там какой-то плюс, а в реальности никто не может сказать, сколько плюс. То есть я вам раньше тоже давал табличку, где можно было почитать, это было в сообществе, насколько примерно будет увеличиваться, поэтому можете смело пользоваться всякими калькуляторами, их очень много в гугле, заходите, смотрите. Я один из калькуляторов оставляю вам тоже ссылочку вот здесь под видео, так что можете переходить вот сюда, смотреть. Может, конечно, его со временем заблокируют, потому что есть такие тоже опции и правила, то есть не всегда они все работают. Но в любом случае можно просчитать спокойно и понимать, сколько вы можете зарабатывать в чистом доходе, сколько у вас чего высчитывается, чтобы проверять, правильно ли за вас платит работодатель, правильно ли платит за вас агентура, чтобы не быть обманутым. Это очень важно и очень нужно. Поэтому сохраняйте себе эти видео за эту информацию. Надеюсь, заработал я на лайк, поэтому ставим жирные свои лайкосики. Чем больше вы их поставите, тем больше увидит это видео людей, которые живут и работают в Чехии. Не забывайте также делиться этим видео с вашими друзьями. Не забывайте писать комментарии под этим видео. Может, поделиться своим мнением, поделиться своим опытом, что думаете в плюс, в минус и так дальше. Ну, а мы увидимся уже в следующих выпусках, так что до новых встреч в новых видео. Всем удачи и до новых встреч. Пока!